Валерий, ну очень много событий произошло, но начну с того, что больше всего, честно говоря, беспокоит нас, беспокоит меня лично, потому что это личные вызовы для меня. Вновь угроза эскалации боевых действий между Арменией и Азербайджаном, причем очень серьезная угроза. И, честно говоря, такое впечатление, что стороны уже и психологические, и во всяком, уже готовы к тому, что эта эскалация обязательно произойдет. Сейчас я не буду говорить о гуманизме, о том, что война это плохо, война это ужасно. Но война это инструмент внешней политики, которую, к сожалению, никто не отменял в наше время. Что делать в такой ситуации дипломатам? Что делать дипломатам? Я думаю, что сейчас их голос может быть решающим. Или же... Пока Пушкин не заговорил. Согласен, Гела, да, что это очень плохой симптом, когда люди начинают привыкать к мысли о том, что война неизвежна. Это не является данностью. Войну всегда можно избежать. И в этом смысле, конечно, очень серьезная роль принадлежит дипломатам. Хотя надо принимать во внимание обязательно, что дипломатия это всего лишь инструмент. А внешнюю политику делают политики. И политики формируют инструкции, заказ, видение того, как надо преодолеть кризис, что это, что можно сделать в этом смысле. Но мы с тобой всегда говорили о том, что чем дольше будет растягиваться процесс мирного урегулирования и нахождения вот этой универсальной формулы мира, которая бы удовлетворила все стороны, чем дольше этот процесс будет затягиваться, тем больше будет опасности того, что военные действия могут возобновиться. И мы видим сейчас симптомы этого. Первые симптомы, значит, много их разных симптомов, сейчас не будем говорить. Опасность есть. Один еще дополнительный фактор, который подливает масло в огонь, это фактор Ирана. Причем это как-то странно проявляется. Я сейчас небольшой специалист по Ирану и по его внешней политике. Мне как-то кажется, что корпус стражи из исламской революции, он как-то чуть-чуть отдельно, вне общего контекста иранской политики ведет себя. И кажется, что внутри иранской элиты тоже нет единства в смысле того, как Иран должен себя вести в региональных делах по Южному Кавказу. Но тем не менее, вот этот фактор нестабильности, вот эти заявления, приезды на границу, публикация каких-то карт, слив какой-то информации, выброс и так далее, риторика соответствующая, вот она не способствует тому, что опасность возобновления военных действий уменьшается. Нет, она усиливается, к сожалению. Ну и сегодня надо сказать, в принципе, что те, кто возлагают надежды на Иран с точки зрения реализации собственных интересов, Ну, я бы порекомендовал им пересмотреть собственную позицию, да, потому что Иран сегодня, к сожалению, это не та страна, которая способна привнести большую стабильность и мир в регион. Это понятно всем. Достаточно внимательно проследить, в том числе и над развитием внутриполитической ситуации в Иране. Если суммировать, то опасность, я с тобой согласен, опасность возникает в этой связи. Вопрос в том, например, что Грузия может сделать в этом смысле. Вот, и здесь на этот грустный вопрос есть очень грустный ответ, что, наверное, ничего особенного, в общем-то, мы в этом смысле сделать не можем. Мы всегда говорили о том, и даже в свое время похвалили премьер-министра Грузии за то, что он продвигает идею трехстороннего сотрудничества постоянно и стабильно, это хорошо. Ну, и мы похвалили его, потому что он редко дает нам очень повод его похвалить, поэтому мы за этот повод уцепились с тобой. Вот. Но слабость нашей позиции заключается в том, что в грузинской политике и динамике нашей политики в Южно-Кавказском пространстве нет динамики. Мы постоянно говорим одно и то же. Да, мы можем способствовать, и вот были бы рады и так далее, и все этим заканчивается. Это означает, что нет генерации новых идей, мыслей, нет видения, нет каких-то аргументов, которые бы привнесли какой-то новый элемент в понимании ситуации и нашими соседями и партнерами. Да, нашим стратегическим партнерам Азербайджаном и нашим, значит, партнером, значит, с которым у нас добрососедские партнерские отношения Армении. Нет этого. То есть компонент Грузии, он, его возможности, потенциалы и так далее не раскрываются, и этого потенциала и возможности не видят. Ни в Армении, ни в Азербайджане, к сожалению. Это вот плохо. И, ну, суммируя, надо сказать, что, в принципе, от нас, в общем-то, сильно ничего не зависит. У нас сейчас получается, у меня такое впечатление, что что-то идет, что-то идет к какому-то, какой-то развязке. Надеюсь, что это лучше, это больше позитивная развязка будет, чем какая-то, какая-то негативная. Но гарантий никаких дать никто не может, и всякое может случиться, честно говоря. И вот эта непредсказуемость, она очень давит. Ты знаешь, я очень внимательно следил, я не знаю, насколько тебе удалось следить за визитом Арарана Мирзаяна, министра национальных дел Армении, в Москву. И там было очень интересное выступление именно Лаврова на пресс-конференции, где он, в принципе, говорил очень много правильных вещей. И вот эта самая ложка дёрфи, которая, или, извини за грубое выражение, дерьма, которая испортила всю эту бочку мёда. Ну, например, он говорил о том, что, конечно же, приверженность Алмазинской декларации, то есть границам 91-го года, однозначно, он говорил о том, что, что такое права жителей Карабаха, армянского населения Карабаха. Это язык, культура, религия, самоуправление, образование. Ну, вот, скажем так, вопрос, например, тот же Фархад Мамедов поставил, особая связь экономического характера. Но я думаю, что это тоже можно решить вполне. И вроде бы как против этого никто не может ничего иметь. И тут же он говорит, ну вот посмотрите на примере Минских соглашений, которые были заключены с Украиной. То есть тут же он упоминает Минские соглашения и говорит, дальше продолжает мысль, что почему не должен быть Запад в этом процессе? Вообще не должен быть Запад. Потому что вы видели участие Запада в Минских соглашениях и к чему это привело. Ну, он намекает на то, что привело это к большой войне и агрессии России против Украины. В этом смысле. Да. Я просто не хочу, чтобы зрители и так просто говорят, что у нас во всем виновата Россия. Но вот в данном случае, ну, согласись, что это может быть все-таки тоже очень, скажем так, яркий обезуд, который демонстрирует позицию России. Не, ну, с позиции России, с позиции России все понятно и давно, не во всяком случае, понятно очень давно с позиции России. Не один и не два года назад я понял, что такое позиция России, я думаю, не только я. Но я понимаю, что это уже наводит скуку определенную, когда мы как мантру повторяем тезис о том, что, значит, в этой ситуации виновата Россия. Но, Гела, понимаешь, дело в том, что наша проблема с Россией, грузинская в данном случае, да, и проблема Армении с Россией, и Азербайджана с Россией. И в этом я хочу, чтобы отдавали себе отчет и Армения, и Азербайджан. Я думаю, что они очень хорошо отдают себе в этом отчет, что у них не идеальные отношения к России, ни у одной, ни другой стороны наших соседей. Хотя тут были такие волнообразные какие-то изменения, да, положения. То есть был большой период истории, когда, в принципе, у Армении было гораздо больше оснований считать, что Россия является другом, партнером и так далее. Да, у Азербайджана было гораздо меньше таких оснований, но, тем не менее, обе стороны тогда говорили, что у них прекрасные взаимоотношения с Россией. Потом ситуация радикально поменялась в 2020 году. Теперь у Азербайджана гораздо больше оснований говорить о том, что у них хорошие отношения с Россией, чем у Армении. Но опять обе стороны говорят, что у них прекрасные отношения, ездят туда, разговаривают, договариваются и так далее. Вот эта странность есть, но обе стороны отдают себе отчет, что у них проблемы с Россией. И проблемы Азербайджана, Армении и Грузии с Россией, это не отдельно взятые проблемы дела. Это составляющие интегральные части общей большой проблемы, которую Россия имеет со всем цивилизованным миром. И как вишенка на торте в этой проблеме, это ордер, который был утвержден ГААКским судом, международным уголовным судом. Теперь надо отдавать себе отчет еще и в том, что это произошло. И это означает, что договороспособность Путина и оценка договороспособности Путина и путинской России со стороны цивилизованного Запада сегодня практически нивелирована. И понятно, что в этих условиях теперь Россия всегда будет говорить, что плохо, когда Запад принимает участие в этом, потому что тогда там все проваливается. Но все перемены, так сказать, в этом регионе, на европейском театре, на европейском континенте, евроазиатском, если хочешь, есть много, очень много проблем. И все эти проблемы практически связаны с Россией. Это факт. И к решению этих проблем Россия рано или поздно приходит, используя какие-то грубые инструменты военного давления, военной силы, военной агрессии. И пиком этого всего является то, что происходит в Украине. И со всем этим шлейфом делается. Это же не просто война. Это не просто агрессивная война. Это не просто варварская война. Это война, которая напичкана каждый день военными преступлениями. Преступлениями против человечности, военными преступлениями и так далее. И в некоторых из них этих преступлений, значит, прямо сознаются в прямом эфире высшие должностные лица, что дает повод уголовному суду ГАГе выдавать ордер. Ведь они выдали ордер на основе прямых показаний, которые госпожа Мария Львова-Белова и господин Путин дали в прямом эфире. Они ничего не скрывали. Они наоборот кичились даже этим, что вот, значит, мы крадем детей с Украины. И получили ордер. А разрушенные многоэтажки мы видим каждый день в разных городах. Куда там ракетчики, артиллеристы геройские, российские, так сказать, да, и летчики геройские выпускают ракеты, там, снаряды и так далее. Это все военный... Теперь, как такое государство может... О чем вообще можно договариваться и как можно верить этому? Да, то, что они говорят. Теперь, то, что я смотрел очень внимательно, да, эту пресс-конференцию. Да, действительно, и следил за этим. Вот. Ну, понятное дело, что, значит, Россия фактор в этих отношениях. У нее военный контингент. И в Армении у нее военный контингент. И там, значит, эти так называемые миротворцы, те же самые, те же самые военные преступники, которые сегодня воюют в Украине. Часть из них находится там. Я один ролик видел, когда один из этих так называемых миротворцев кичился тем, что вот он геройски воевал в Херсоне. Да. Только почему-то сейчас в Херсоне ни его нет, и ни остальных нет никого там. Этих русских военных. Поэтому о чем это? Я думаю, что в уме это все, так сказать, держат это в уме. Вот. Кстати, там очень интересно, там вчера было сообщение о том, что Конституционный суд Армении принял решение о том, что там решение, там ратификация римского статута, значит, она вполне законна и так далее. Это действие суда. На самом деле парламент должен принять решение о ратификации. И это очень интересно, примет ли парламент это решение. Хотя многие говорят, что примет и так далее. Ты понимаешь, возвращаясь к теме России, и той самой пресс-конференции, Лавров сказал следующую вещь, что против вмешательства, или даже он назвал это дипломатическим рейдерством США и ЕС, есть формат, это очень хороший формат 3 плюс 3, где есть Россия, Турция, Иран, есть Армения и Азербайджан. И он сказал вещь, которая, по-моему, всех в нашей стране заставила допрячься, в Тбилиси думают, грузины думают, в Грузии думают. А с чем дело? Вот я проведу такой аналог. Очень часто я слышал, особенно до 2008 года, следующие слова, что ну раз Россия у нас отобрала Абхазию и Южную Осетию, так называемую, то тогда, значит, мы должны договориться с Россией, чтобы они нам ее вернули, эти регионы вернули. До 2008 года это было постоянно, сейчас тоже периодически, тут в основном про российские силы, говоря, иду часто и правительству, мы слышим этого, что, мол, нужно договариваться с Россией о деоккупации и так далее, вот Россия оккупирует, значит, нужно с Россией договариваться о деоккупации, с волком, чтобы он тебя не съел. И тут же я тебе приведу аналогию, тут гораздо все более запущеннее, как и Армения, и Азербайджан стараются использовать Россию для того, чтобы победить, для того, чтобы добиться каких-то успехов в борьбе друг с другом. В Азербайджане после 2020 года это гораздо в меньшей степени, но все равно имеет место быть. В Армении это как было, так и есть, хотя понимание того, что у дьявола ложка все равно длиннее, есть и в Армении, ну, в Азербайджане, само собой, оно есть и есть. Вот вопрос, чисто с точки зрения, вы знаете, что если абстрагироваться от того, что вот мы из Грузии, там есть Армения, есть Азербайджан, насколько в дипломатии вообще принято так, чтобы использовать вот в такой ситуации фактор страны, которая воюет, и с той, и с другой страной, ну, реально так. Так, гибридно Россия воюет и с Азербайджаном, и с Арменией, как бы она ни называлась, для того, чтобы добиться успеха в таком конфликте. И насколько это даже неоправданно, рационально, жутало. Гела, использование всех факторов оправданных в дипломатии. Для того, чтобы добиться каких-то успехов в дипломатии, необходимо учитывать все факторы абсолютно. Несмотря на то, что, например, там фактор какой-то одной из сторон может идти по убывающей, все равно этот фактор остается, его надо учитывать. Ну, все сходятся, ну, давай скажем так, да, все сходятся с мыслью о том, что позиции России ослабевают. В принципе, в глобальном смысле ослабевают, и в том числе, как проекция этой силы на Южный Кавказ, здесь тоже эта проекция этой силы ослабевает. С этим же никто не спорит. Мы говорим о том, что есть еще много вопросов, на которые мы не знаем ответов, но есть какие-то вопросы, на которые ответы мы уже можем дать. Значит, что Украина стала в течение этого года сильнее, что Россия стала слабее, что партнеров и стран, которые готовы поддерживать ее, становится меньше. Проявлением этого стало и визит Си Цзиньпиня в Москву, который закончился так, как он закончился, с этими документами, которые мы можем прочитать, проанализировать, так сказать, и сделать свои выводы. Да, и там язык тела, там выступления, и как люди встречались, Си Цзиньпинь с Путиным, что они говорили и так далее, и к чему они пришли. Все это говорит о том, что если Россия строила какие-то планы по поводу того, того, что сейчас прижется Китай в пользу России в этой войне и так далее, этого, конечно, не произошло ни коим образом. Поэтому Россия ослабевает. Но фактор ее остается, она присутствует на земле. На Южном Кавказе она присутствует, в Абхазии, она присутствует в Схенуальском регионе, она присутствует в Армении, она присутствует в Азербайджане. Во всех трех странах присутствует военная сила в разной степени, в разном объеме, но она присутствует во всех странах. И это надо, конечно, принимать во внимание, и стороны правильно делают, что принимают это во внимание. Теперь, чем можно ослабить влияние этого фактора? И все сходятся в мнении о том, что это негативный фактор. Если, например, мы всегда это говорили, потому что мы находимся под оккупацией, мы были в состоянии войны, у нас нет дипломатических отношений, мы всегда это говорили. Армяне и азербайджанцы этого не говорили. Армения находится в одном блоке, в ОДКБ, в Евразийском Союзе и так далее. И статус-по, который поддерживался до 2020 года в течение этих 30 с лишним лет, он как-то вроде бы оправдывал оправдывал вот это нахождение с Россией вместе в ОДКБ и так далее. И поэтому, конечно, военная база в Гюмри, например, воспринималась в Армении не так, как воспринимается присутствие российских войск грузинами в Абхазии и в Кейнвальдском регионе. В Азербайджане вообще не было войск России, они после 2020 года в виде этого ограниченного контингента до 2000 человек там появились. Но теперь я думаю, что во всех трех странах одно и то же мнение о том, что нет, это не тот элемент, который приносит стабильность. И что можно этому противопоставить? В широком смысле этому можно противоставить трехстороннюю платформу сотрудничества. Если мы все втроем поймем, в чем заключаются наши задачи, и наши задачи заключаются в том, чтобы обеспечить пространство стабильности и безопасности на Южном Кавказе, тогда на основе этого трехстороннего понимания мы постепенно можем нивелировать до нуля вообще этот негативный фактор влияния России в регионе. В более узком плане это в двухстороннем контексте Армения и Азербайджан могут нивелировать это. Например, если они договариваются, то необходимости в нахождении этих так называемых миротворцев уже никакого не будет. Стороны сами договорятся, сами решат все свои проблемы, перестанут стрелять, начнут торговать, откроют коммуникации, признают границы, демаркируют их, если нужно. В принципе, в общем-то, наверное, хотелось бы вообще не демаркировать достаточно одной делимитации и так далее. Вот к этому надо идти. Поэтому до того, как это произойдет, конечно, надо учитывать этот фактор. И азербайджанские дипломаты, и армянские дипломаты правильно делают, что в своих расчетах, конечно, учитывают фактор России, который действует, на земле он есть, с этим ничего не поделаешь. Да, с этим действительно ничего не поделаешь, хотя делать надо. И знаешь, что, в общем-то, завершая эту тему, есть закон дипломатии, о котором ты говорил. Мне, что по законам дипломатии необходимо расширять свое пространство для маневра и максимально сужать пространство для маневра противника. Насколько здесь, в этом случае, действует этот закон? Вот в этом случае, понимаешь, конечно, он действует, если брать переговорный процесс в узком понимании этого слова. Но если брать коллективный, трехсторонний интерес общий южнокавказский, то эту формулу надо делать в применении к этому общему пространству. Значит, нам всем втроем вместе надо расширять возможности собственного маневра и сокращать, суживать пространство для маневра негативной силы, которая вносит противоречия в регион. Из-за своих собственных каких-то побуждений, которые, собственно, заключаются в одном понятном очень принципе. Разделяй власть. Вот этот принцип. И ловить там, если по-простому, ловить рыбку в мутной воде. Поэтому, да, этот принцип действует. Но я бы сейчас это приподнял его значение в другую плоскость. В плоскость региональную. Потому что невозможно достичь стабильных долговременных гарантий. Безопасности, благосостояния, перспектив развития отдельно взятой Грузии, отдельно взятой Армении или отдельно взятому Азербайджану. Мы все, мы судьбами переплетены коммуникационными, историческими, эмоциональными. Во многом мы похожи друг на друга. Во многом похожи, да. Не сразу можно отличить там грузина от азербайджанца или азербайджанца от армянина и так далее. Внешнему взгляду, во всяком случае, это очень-очень тяжело. Мы очень хорошо друг друга понимаем, да. В Тбилиси, например, многие армяне и азербайджанцы свободно разговаривают на грузинском языке или на армянском и азербайджанском языках. Тоже и грузины. Многие там, настоящий тбилисец, да, он чуть-чуть понимает и армянский, и азербайджанский язык всегда. Поэтому я бы приподнялся и говорит, наше общее поле для маневра мы должны расчетить. И потенциальных в этом смысле союзников у нас много. Это Турция, это Европейский Союз, это Соединенные Штаты Америки. Ну, в любом это трио можно, так сказать, варить. Кому как удобнее, пусть так и ставят их, так сказать, на первое, второе, третье место. Но если мы покажем, значит, видение вот это тройственное, да, вот это три, это тройка, да, то многократно возникнут, многократно возможности возрастут с точки зрения помощи нам в построении вот этого пространства, значит, мира и стабильности. И вот эта тройка, кстати, ты упомянул вот этот, я думал о нем уже все забыли. Нет никакого, так сказать, Лавров из своей головы не может выбить этот. Нет никакого три плюс три. И никто в Грузии над этим не думает. Особенно после этого злосчастного закона о так называемых иноагентах, если кто-то в каких-то своих бредовых идеях, в каких-то коридорах власти еще об этом говорил, мне об этом ничего не известно, кстати. Да, потому что очень ясно все высказались по этому поводу. Было очень серьезное давление со стороны общества, и экспертного сообщества в том числе. Со всеми аргументами не буду перечислять. Все. Это в утиль сдан давно, понимаешь? В этой конструкции три главное. Вот эти три, они должны потом решать, кто будет дальше плюс к этим трем. Это будет три плюс один, три плюс два, или три плюс три. Эти три плюс три могут быть Соединенные Штаты, Европейские Союзы, Турция, например. Или три плюс два, или как это произойдет. Вот. И, кстати, должен сказать, что у меня есть какие-то смутные подозрения, да, что и Армения, и Азербайджан очень рады тому, что Грузия принципиально к этому не присоединяется, и этот так называемый формат три плюс три вообще даже не может начать работать. Особенно в контексте активизации в негативном ключе иранского фактора. О каком вообще три плюс три сейчас вообще можно говорить? Понимаешь? Вообще полное в этом смысле. Вообще эти перспективы ушли на ноль практически. Три главное. Вот эти три южнокавказские страны. Я в этом абсолютно уверен. Валерий, давай я тебе конкретно задам вопрос. Смотри, риски мы перечислили, много говорили в наших передачах и писали о рисках, о которых говорит Азербайджан. О Армении понятно, что возможности для маневра достаточно ограничены в силу того, что очень трудно согласиться, но вот Азербайджан ставит условия контроля над Лачинской дорогой, чтобы из Карабаха не исходила угроза Азербайджану. Армения может сегодня пойти на эти условия? Это первое. И второе, самое главное. Ты понимаешь, в чем дело? Даже если Армения скажет, ну да, мы не против. Причем тут Армения, когда там российские войска, российский контингент, и там фактически, ну грубо говоря, субъектность Армении в Карабахе, она под большим знаком вопроса. Дело, главное заключается в другом. Это все внешние проявления глубокого кризиса, который имеет гораздо более глубокие корни, основания. Главное в том, что такое сегодня Карабах и в чем заключаются фундаментальные интересы тех людей, которые сегодня в Карабахе живут. И как эти фундаментальные интересы можно обеспечить и какие гарантии, кто должен эти гарантии давать. Если мы принимаем формулу, это на самом деле вроде бы очень сложно, но на самом деле это очень просто. Если мы принимаем формулу, то мы уважаем территориальную целостность и незыбленность международно признанных границ, тогда в контексте этой концепции понятно, что такое Карабах и что такое люди сегодня, которые живут в Карабахе. Тогда получается, что это граждане Азербайджана, граждане Азербайджана армянской национальности, которые в соответствии со всеми международными конвенциями, прежде всего европейскими конвенциями, и не только Европейский Союз, я имею здесь в виду, а и Совет Европы, членами которого являются и Армения, и Азербайджан, кстати. Там много тоже европейских конвенций по правам человека, национальных меньшинств и так далее. И вот на основании этих всех конвенций и документов членами, которые являются и Армения, Азербайджан и Грузия обеспечиваются права национального армянского меньшинства в Карабахе на территории Азербайджана, которые являются гражданами Азербайджана. Это включает и там право получить образование на родном языке, право участвовать в местных выборах, формировать органы власти, и так далее, много всего. Извини, но это то, что сказал Забров. Ну да, это то, что сказал Лавров, но он сказал абсолютно очевидные вещи. Правильно, и ты правильно сказал, что он правильно сказал. Искусство Лаврова, вообще искусство русской пропаганды заключается как раз в этом. Это очень, очень они умело это все делают. Значит, как там? Правда, правда, хорошо, правильно. Потом бац, и вместе с этим совершенно какая-то чушь, человек, который подвисает на этих, как его, правдивых посылах, потом вместе с этими правильными посылами потом получает и порцию совершеннейшего абсурда, которое белое называет черным, черное называет белым и так далее. Этим известно все. А то, что он говорил, это он правильно говорит. Вот, и если, если вот это, если это понимание и есть, тогда вообще проблем в Слачинской дороге нет никакой. Проблема же в чем заключается? Что там, там две проблемы на самом деле. Что там не было военных грузов, потому что понятно, что Азербайджан как суверенное государство, которое несет ответственность за собственную государственность, он не может допустить, чтобы из его контроля на его территорию провозились какие-то военные грузы или в одну и другую сторону. Вот это первая проблема. И вторая проблема, которая, ну, не является, несмотря на то, что она вроде бы на первый план сейчас выходит, использование природных ресурсов и так далее. Если вот это первая проблема и основная, основная проблема, которая заключается в видении того, что такое Карабах и в чем заключаются базовые интересы и права тех людей, которые живут в Карабахе, если это развязывается, то все остальное очень легко. И лачин развязывается, потому что, во-первых, тогда нет никакого смысла туда какие-то военные грузи туда-сюда возить. Какой в этом смысл вообще? Значит, кроме того, укрепляется взаименное доверие, понимание и так далее. Вся эта ситуация развязывается, люди понимают, что они получают гарантии того, что они в условиях мира и стабильности смогут нормально жить, получают гарантии безопасности, благосостояния, благополучия, в том числе и от центральной власти Азербайджана, и все начинает постепенно, и раскрываются коммуникации и так далее. Ну, об этом много раз уже все говорили. Вот в этом и заключается проблема. Что по основополагающим базовым вещам недоговоренности, это базовая вещь что? Что такое Карабах? Вот это базовая узловая проблема в этом. А не Влачинская дорога. Влачинская дорога, это все только последствия. Но этот базовый, значит, решение, это базовые проблемы, оно заключается в интересах Армении, Азербайджана и Грузии. Вот это решение, это базовые проблемы, потому что все совершенно по-другому начнет проявляться и получим совершенно иную возможность и ограничим возможности влияния здесь вот этой деструктивной силы, о которой мы все время говорим. А Влачинская, Влачинский конфликт на Влачинском коридоре это так только последствия. Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и будьте в курсе всех событий. Субтитры создавал DimaTorzok